Почти в 100 миллиардов рублей обойдется строительство нового производства на площадке Лукойл Пермнефтерксинтеза, которая включит в себя ряд технологических объектов. По словам генерального директора Сергея Андронова, ожидаемый налоговый эффект после введения производства в эксплуатацию порядка 4 миллиардов рублей в год в разные уровни бюджета. О реализации этого проекта, а также о производственных планах и итогах руководитель Пермского нефтегазоперерабатывающего завода рассказал на пленарном заседании Гордумы. Так, за последние три года удалось увеличить объем переработки углеводородного сырья с 13,5 миллионов до почти 15 миллионов тонн. Комплекс переработки нефтяных остатов, в который мы инвестировали 28 миллиардов, позволил нам дополнительно увеличить налоговые платежи на 5 миллиардов рублей ежегодно. ТЭЦ-200, наша электростанция, наш энергоблок, построенный за 15 миллиардов, в 2015 году позволил увеличить налоговые платежи на полмиллиарда рублей в год. Модернизация и увеличение в связи с этим объема переработки за три года пополнили бюджеты всех уровней почти на 80 миллиардов рублей. На пленарном заседании депутаты также обсудили и экологическую ситуацию в связи с развитием промышленности. Первое. Есть или нет экологические угрозы и риски. И мы посмотрели в рамках практически одного дня работы передвижной лаборатории, все предельно допустимые концентрации практически не превышены. Одно из предложений, которое прозвучало, сделать публичным доклад главы города Перми об экологической ситуации ежегодным. В целом городские власти пообещали идти навстречу промышленникам. Для предприятия важно, чтобы процесс реализации нового промышленного объекта проходил без административных проволочек и барьеров. На сегодня разрешительная документация от Департамента градостроительства и архитектуры уже получена. Сейчас необходимо подготовить базовый проект, пройти главгосэкспертизу и экологическую экспертизу, а запустить новое производство на заводе планируют в 2025 году.